Привет! Меня зовут Валерия Рене. Я художник, анималист, работаю в смешанной технике, но преимущественно с акварелью. И сегодня хочу показать простой способ, как можно изобразить объемную большую волну. Это такое небольшое упражнение. Мы не будем писать какую-то законченную серьезную картину. Нам понадобится для работы Ультрамарин и также я взяла Пинакс павлиновую краску и Охру тоже от Пинакс. Всего три цвета. Можно, конечно, вместо павлиновой взять какую-то другую, которая вам нравится. То есть здесь не важно, какой цвет вы выберете. Я люблю бирюзовые оттенки, поэтому мне захотелось взять именно этот цвет. И сначала, что я хочу вам показать. Кстати, вот эту чайку мы тоже уже рисовали вместе с вами. На моем канале есть видео с пошаговым изображением этой чайки, как ее, собственно, изобразить в ярком солнечном свете. Возвращаемся к нашей теме, чтобы показать объемную волну. Значит, первое, что нужно понять, это что волна, когда собирается и поднимается, да, у нее есть гребень, она становится объемной. То есть есть определенная, ну, скажем так, поверхность воды, условно, как линия горизонта, над которой возвышается волна. И вот эта волна, мы можем ее попробовать изобразить как раз по форме неоднородной. У нее может появиться пена, то есть это уже вода с пузырьками воздуха в большом количестве, и эта пена становится более светлой, да, намного светлее, практически белой. И когда нависает, то есть что происходит, да, когда вот эта пена образуется, вот она пена, вот она сама волна. Вот это, скажем так, горизонт, то есть гладь воды, над которой эта волна поднимается, и с которой она может, наоборот, спускаться, как бы прогибаться, да, вниз. Сбоку, как это выглядит, то есть что происходит. У нас есть провал, и есть подъем. То есть вот этот подъем как раз образует что? Он образует навес. То есть там, где пена собирается, там, где она хочет забурлить, и в итоге потом пластично перейти в ровную опять гладь. Собственно, здесь у нас, так как солнечный свет падает сверху, соответственно, вот эта часть волны уходит в тень, потому что здесь ее перекрывает сам гребень. И как это можно изобразить? Ну, давайте, собственно, сейчас нарисуем. Можно для себя, для ориентира нарисовать вот этот горизонт, эту линию. И как мы можем, давайте даже повыше сделаем. Вот она линия. И как я рисовала здесь, сама волна у нас может пойти неровно, она не будет ровно, четко, параллельно к горизонту. Все-таки это пластичная форма. Появляется пузырьковая, вот эта пена красивая. И дальше, следующая волна, следующий гребень, он может быть уже меньше, и там вообще уже может сама волна как бы сливаться с основной вот этой частью воды. То есть та пена, которая появлялась, она начинает уже растворяться с основным объемом воды. И, соответственно, здесь это может выглядеть уже просто как такой светлый участок, скажем так, на воде с пеной, с пузырьками, но уже без вот этой явной тени. Когда вы прорисуете над этой линией волну основную и прорисуете объем пены на воде уже без вот этого козырька, без навеса, саму линию можно стереть. И как теперь здесь сделать объем? Переходим к акварели. Я сначала возьму кисть среднего размера и в основном буду работать пока только пенаксом. И этим цветом закрываю основной участок воды. Такое получается тропическое море немножко у нас. Обязательно соблюдаем неровные границы воды, для того, чтобы было ощущение живой воды, бурлящей. То же самое проделываю снизу. Забыла сказать, что бумага здесь подходит совершенно любая. Я сейчас рисую на целлюлозе. Это может быть хлопок, может быть целлюлоза, может быть смесовая бумага. Не имеет значения, упражнение получится в любом случае. Теперь к пенаксу, к павлиновой добавляю немного охры. Цвет получается более зеленоватый, потеплее. И этим цветом я хочу добавить, еще немножко разбавить участки воды. И особенно им пройтись по нижней границе между двумя волнами. Вот этот теплый цвет будет давать ощущение тепло-холодности, скажем так. То есть различие между более теплым и более холодным голубым оттенком здесь тоже работает. Теперь нужно подождать, когда вся эта история немного просохнет. Как только работа достаточно подсохла, я сейчас беру синтетику. Она в себя берет меньше воды и больше пигмента. Это поможет мне более насыщенным сделать цвет. И теперь мне нужно пройтись под волной и создать там тень. То есть показать объем. Для этого я использую также пенакс павлиновую, но к ней добавляю ультрамарин. У меня цвет получается более насыщенный. Если чувствуете, что на кисточке многовато водички, можно промокнуть обтряпочку. И теперь аккуратно прохожусь по границе верхней волны. И сейчас буду стараться размыть всю эту историю, так чтобы не было резких границ между светлой и темной частью. Для этого работаю достаточно быстро. Скорость в акварели вообще нужно в принципе нарабатывать. Потихоньку стараться работать все быстрее и быстрее. Потому что она подсыхает и зачастую не всегда удобно потом дальше с ней работать. И пока у меня еще влажный край пятна. Я промыла кисть, промокнула от лишней водички тряпочки. И вот таким образом размываю эту границу. И вот у меня получается волна имеет теперь тень под вот этим гребнем. Здесь в этой части не будет так насыщенно. Но здесь мы можем тоже близко к пене подрисовать этим же цветом. Но более размыто, то есть более лессировочно и более уже свободно. Смотрите, как я работаю сейчас пятнышками. Показать здесь тоже некоторое движение воды и некоторую тень. Сейчас еще изображение окажется плосковатым, потому что сама пена у нас не объемная. Но мы это сейчас исправим. Для того, чтобы сама пена тоже стала объемной, мы можем использовать цвета, которые у нас были в волнах. И вот таким образом также полусухой кистью это вообще прекрасно делать. То есть синтетику дополнительно немножко промакиваем в тряпочке. И с двух сторон по нижней и по верхней границе накладываем тени. То есть обозначаем, показываем, что там тоже есть свои объемы. Пена у нас не просто сплошным снегом таким лежит. Даже снег имеет тени и, соответственно, здесь волны тоже имеют тень, тень, свет. И мы это все видим. Есть объемы. Где-то можно сделать объем понасыщеннее, потемнее тень, ближе к нижней части воды, к волне подвести. Где-то даже чуть-чуть размываю я границу между пеной и волной самой. И мне целлюлоза помогает это сделать легко, потому что на целлюлозе остается краска на поверхности бумаги. Это очень удобно. И вот таким образом формируем небольшой узор. И вот у нас с вами получается такая теплая, я бы сказала, волна. Почему-то у меня идет ассоциация с тропическим морем, с теплым, прозрачным. И вот он наш объем получился. В принципе, можно даже попробовать. Захотелось мне добавить немного неба на заднем плане, какого-то фона. Для этого используем ультрамарин. Большую кисть взяла, чтобы легче было зарисовать. И к ультрамарину добавлю немного охры, чтобы они вместе дали такой благородный цвет. Охра от Пинакса. Это вообще чудесная краска. Мне она очень нравится. И вы смотрите, сейчас с помощью вот этого оттенка я подчеркиваю дополнительно края волны. Сделаю чуть-чуть поярче. Аккуратно, главное, обходить края, границы. И вот у нас с вами получилась чудесная волна на тропическом побережье. Пробуйте, экспериментируйте. Я уверена, что у вас получится. Упражнение не сложное. Здесь главное внимание и немножко терпения. Удачи! Продолжение следует...